Дорогие мои подписчики, зрители канала, хочу перед тем, как начать этот влог, просто от всей души вас поблагодарить за огромный поток поздравлений, который сыпется до сих пор во всех соцсетях. И под предыдущим видео там почти 4000 комментариев, я бы очень хотела на каждый из них вам ответить и поставить свое сердечко, но, к сожалению, мне катастрофически не хватает сейчас времени, поэтому я каждому из вас, всем, кто написал лично, всем, кто написал под видео, всем, кто просто посмотрел и пожелал нам всего хорошего, я каждому из вас говорю огромное спасибо. Мне вот даже говорить тяжело, у меня прям комок в горле, просто столько было теплых слов, столько поздравлений, пожеланий, сейчас немножко успокоилась. И вообще спасибо каждому из вас за то, что вы были со мной на протяжении всего этого времени, я просто знаю, что у меня куча подписчиков, которые со мной давно, которые переживали каждую мою неудачу и ко вместе со мной, также плакали вместе со мной, желали всего хорошего, подбадривали, говорили, что не опускали. Пускай руки, иди дальше. В общем, спасибо вам огромное. Я еще раз убедилась, что на моем канале, мне кажется, самые лучшие, наверное, подписчики и зрители, такие все. Очень мало кто, знаете, лезет со своими вопросами, все молчат, никто не спрашивает лишнего уже, может быть. Я тогда, когда была беременна, много наговорила, что не лезьте и так далее. Я обязательно все и всем вам расскажу. По поводу имени ребенка сразу говорю, пока говорить не буду. Ну, естественно, я все это расскажу, но чуть попозже. И лицо 40 дней точно мы показывать не будем никому, даже родственникам. Как положено уж, мы так и сделаем. А потом, естественно, и вы увидите, и все увидят. Вот, и имя также я скажу. Возможно, после крещения, а возможно, возможно, и до. Но чуть-чуть попозже. Прям вот подождите немножко. Еще я хотела бы рассказать все, как было, потому что много вопросов. Вы задавайте мне вопросы здесь, под этим видео, а я постараюсь их выписать и как-то собрать в кучу и ответить. Потому что я даже не знаю, с чего начать свой рассказ. Но, наверное, в общем и целом расскажу, как прошло все, как я кесарево перенесла, что и как было. Рост, вес и так далее. Ребенка зачитаю там по документам, чтобы потом в одном видео все ответить, чтобы потом не отвечать каждому под видео. Так что, ребята, огромное вам спасибо. Очень меня растрогали до слез. Тем, кому я лично не ответила. Вконтакте у меня очень много висит сообщений. Я даже открыть их не могу, потому что мне пока некогда. Простите, пожалуйста, не обижайтесь. И где-то там в Телеграме, может, где-то что-то зависло. Со временем буду открывать, отвечать. Но пока вот как белка в колесе, сами понимаете, ребенок совсем маленький. Ему две недели сегодня ровно. Всем привет! Начинаю свой новый влог в новом для себя статусе мамы. И начинаю этот новый день с ухода за собой. Я уже приняла душ, и пока волосы подсыхают в полотенце, а потом я буду их сушить и укладывать феном, как обычно. Сейчас с рождением ребенка времени на себя, конечно же, меньше. Поэтому оставила только те средства для ухода за собой, которые работают быстро и максимально эффективно. Сделаю сейчас маску для лица от Рише, медовая маска. Я вам ее уже как-то показывала, и многим она также понравилась, как и мне. И пока буду сушить волосы, маска поработает, а потом я ее смою. Перед тем, как сушить волосы феном, я обязательно наношу термозащитный спрей. Так как волосы у меня обесцвечены и пористы. Термоспрей у меня также от фирмы Рише. Мне он очень нравится. Я им пользуюсь уже почти месяц. Волосы стали более живые, здоровые, ухоженные. Почти нет секущихся кончиков. У меня волосы почти высохли, так как я отвлекалась, ходила к ребенку. Но наносить спрей можно как на влажные, так и на сухие волосы, отступив 10 см от корней волос и на всю длину. Спрей не только защищает от термического воздействия, но и моментально улучшает качество поврежденных волос. Я использую его для защиты от фена и утюжка, чтобы предотвратить потерю влаги и победить сухость волос. Термоспрей имеет легкую кремовую текстуру. Очень удобен в применении. Мне нравится, что не нужно ничего выдавливать себе на руки, размазывать по волосам. Просто побрызгал на волосы и все. И несомненный плюс для меня это то, что спрей имеет потрясающий аромат. Долго держится на волосах. Я вообще в восторге от этого аромата. Ну и не только. Я читала много отзывов на Wildberries о том, что практически все в восторге от этого аромата. Это один из немногих термозащитных спреев, которые реально работают. На волосах не утяжеляет, не жирнит. Волосы более блестящие, рассыпчатые, гладкие, не пушатся. Стоят очень бюджетно, а результат просто супер. Прямо сейчас у бренда Рише грандиозная распродажа. Уход для волос, лица и тела с высоченным рейтингом от 250 рублей. Переходите по ссылке. Очень рекомендую заказывать то, что вы хотите прямо сейчас. Потому что по такой цене многое раскупают прямо за сутки. Ссылки будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. Ну что, всем привет. Здесь наше первое утро дома. После больницы, как мы приехали, ночевали здесь в спальне. Почему? Потому что у нас в Башкортостане установилась очень холодная погода. До минус 30-35. И в нашем доме вот две спальни, наша и детская, она находится на северной стороне. И там не подогреваются полы. И поэтому там холоднее. Особенно в такие дни значительно холоднее. Температура где-то 20-22 градусов в спальне. И мне показалось, что после душной палаты, где у нас было почти 30, сразу ребенка в 20, ну, будет как-то ему прохладно. Поэтому мы решили спать в зале. Потому что вот в зале и в кухне гораздо теплее. Потому что у нас и пол подогревается здесь. И, в общем-то, мы ему постелили в коляске. Он спал в коляске с нами. И тут утром я встала. И, конечно же, мне все это не понравилось. Практически получилось все так, как я не хотела. То есть во всех комнатах, все везде раскидана постель. Получается, постель в зале прям. У нас должна была как раз сегодня в понедельник прийти медсестра участковая. И я подумала, что это будет некрасиво. В итоге начала все прямо с утра убирать. Думаю, надо как-то все равно привыкать спать в спальне. Чтобы эту постель туда-сюда не таскать. Выгляжу я, конечно, мягко говоря, не очень. Даже когда монтировала этот отрывок. И думала, наверное, надо вообще все вырезать и убрать. Но потом подумала, что, в принципе, что скрывать. Да, тяжело. Выгляжу не айс и не высыпаемся. Ночами у нас тоже, как и у всех, то газики, то колики. И встаем по очереди. Ну, Денис первую неделю взял отпуск. Оставшиеся дни. И мне было, конечно, полегче. Когда вдвоем встаешь ночью по очереди, как-то проще. А вот когда он вышел на работу, конечно, стало еще сложнее. Но ничего. Мы все выдержим и все вытерпим. Это у всех так. В принципе, это первые дни. Надо просто наладить быт как-то. И я думаю, потом будет полегче. Хотя мне все наоборот говорят, что это пока он маленький, он только ест и спит. А дальше будет хуже. То есть и зубы, и поползет, и так далее. Сейчас вот будет потеплее. И я думаю, в этих комнатах тоже станет гораздо теплее. И можно будет переехать. Не знаю, насколько мы переедем ли в детскую. Но в кроватке он пока еще не спал ни разу. То есть только в коляске. Потому что мы эту коляску передвигаем то вот сюда, то в нашу спальню. Ночуемся вместе с ним, то сюда, значит, в зал. Наш первый семейный ужин. У меня рыбка на пару, картошка и молочко. Ну, понятно, да, для кого. И коляска с нами. Так непривычно, да? В новом статусе. Вот и подошел к концу первый наш день дома. С ребенком. Сказать, что он пролетел незаметно. Он вообще просто пролетел. Как будто его и не было. В общем, все в принципе нормально. Как бы все устанавливается. Но пока еще ничего не устаканилось. Надо все, чтобы пошло своим чередом. Чтобы на кухне появилось термос с кипяченой водой, чтобы смесь готовить. Еще что-то, еще что-то. В общем, организовать какие-то такие места, где будет ребенок. Я, в общем-то, болезнь у меня пока не отпускает. Сейчас померила температуру 37,7. Не знаю я, что делать. Меня врач ругала за 37,1. Сказала, у тебя сейчас все швы пойдут прахом. Швы у меня хорошие. Но если будет температура, она говорит, это плохо. Я не знаю, что делать. Если честно. Подожду понедельника. Может быть, к ней схожу на прием. И спрошу, что мне делать. Если назначат антибиотик, возможно, назначат. Денису приехал с Вазберис. Забрали ванночку. Тут Денису дарили деньги с работы. Мы решили купить ванночку. Деньги. Классно. Спасибо за подарок. Как раз сейчас соберем. Надо что будет его сегодня купать. Как прикольно. Так, вот еще нам подарочек прибыл. Это подруга моя привезла. Подарок для малыша нашего. Машинка какая-то. Она сказала, что она выросла. Посмотрим. В общем, спасибо ей огромное. Очень приятно. Никто пока еще не заходит. Никто не просит показать. Люди все прекрасно понимают, что полно вирусов, новорожденный. Да и мы пока, как обычно, 40 дней не показываем. Поэтому все приходят только подарить подарочки. Потом надо будет всех собрать и отметить это дело. Всем доброе утро, ребята. Сегодня понедельник. Но Денис дома. Он взял целую неделю отпуска для того, чтобы мне помочь первую недельку. Мы тут, короче, с малышом. Он спит. Денис тоже спит, потому что он полночи с ним возился. Дал мне поспать. А я тем временем жарю сырники. Это мои первые мамские сырники. Так и будут называться. Сырники мамские. Потому что я их первый раз жарю в таком новом для себя статусе мамы. Вот. Себя показывать мне очень хочется, потому что я еще не привела себя в порядок. Как видите, я до сих пор болею. И к нам сегодня, первый день, должна прийти врач из детской клиники. Так, у меня творожок. Творога тоже много ем. Сейчас приведу себя более-менее в порядок, пока мы с вами поздороваемся. Первая стрижка ногтей. Такие маленькие пальцы там. Я даже не решилась. Денис сам быстрый рот. Маленькие-маленькие пальчики. Смазали попу к зеленкой, поэтому Денис все рукава к зеленке. И вообще приключения еще те. Такая погода. Как будто бы весеннее, что не знаю. пасмурно какая-то изморозь, но не очень. Липит тебя пахнет? Ага, хоть снеговиков лепит. Вот сидим, пытаемся мне программу скачать заново, которая у меня была, на которой я монтировала, так как компьютер новый. В связи с этим пока будет небольшая задержка. Видео, пока мы совсем разберемся. Ну, в принципе, это нормально. Все равно пока снимать особо нечего. Не о чем. Все, теперь надо по-новому устанавливать на компьютер все мои программы, все программы, в которых я монтировала. Покажу вам очередные подарочки от наших подписчиков. Спасибо большое. Нас прям завалили подарками. Очень приятно. И всегда все приходит такое нужное. И так вовремя. Мы с Денисом... Денис, кстати, сидит, кормит ребенка. Так, смотрите. Совсем недавно мы столкнулись с тем, что у нас сынок маленький, и ему вся одежда большая. Даже те, кто мне говорили, что зачем ты так много покупаешь маленькой одежды, в общем-то, нам ее теперь не хватает. Катастрофически. Даже 56-й нам кое-где большой. Вот. Поэтому мы хотели как раз-таки недавно купить ему какую-то одежду поменьше. И вот прислали вот такие штанишки классные. Вот как раз у нас здесь вот животик такой худенький, и вот штаны обычно ему слетают. Я думаю, вот эти будут прям хорошо. Хочу сейчас быстренько постирать и уже носить. Вот штанишки с такой прикольной футболочкой. Вообще, очень хорошее качество, кстати. Так, вот, наверное, вот отсюда, что ли, вот этой фирмы. Так, вот это вот очень мне понравилось. И вот такой комбинезончик тоже с шапочкой. Тоже уже сегодня, сейчас можно носить. Растегивается, очень удобно. Кто-то тоже говорил на кнопках неудобно, нам наоборот зашло. Очень нравится, потому что ребенка не нужно вертеть, крутить, на кнопочки закрыли. И все, да. Так, далее был вот такой ершик для мытья бутылок. Тоже пригодится. Вот такая музыкальная рыбка-игрушка на будущее. Обалденный. И вот такой шезлонг. Видите? Мы его еще не собрали, сейчас Денис соберет. Но это, наверное, тоже уже для детей постарше, не для новорожденных. Спасибо большое, Аня. Все, как всегда, нужно. И ко времени, прямо вовремя. Это сейчас отправляю в стирку и будем прямо сейчас уже носить. И второй подарок от нашей подписчицы Натальи. Вот такой комфортер, который сохраняет мамин запах и помогает малышам уснуть. Вообще, я даже, если честно, не знала, что такое бывает. Сейчас прочитала перед тем, как снимать на видео. Оказывается, его нужно класть к себе рядом с телом. Он впитывает как бы материнский запах, запах молока. И потом малыш с ним спит. Дальше. Нибблер. Нибблер тоже понадобится обязательно, когда будем вводить прикорм. Пока мы тоже не покупали, поэтому даже покупать не придется. Спасибо огромное. И вот такая вот щеточка на палец одевается. Она мягкая, силиконовая. Я тоже все прочитала. Сначала даже не поняла, что это. А потом это для меня дошло, что это щетка для очистки зубов малышам. Вот такая игрушка заводная. Крабик для ванной. Обязательно будем пользоваться. А вот это я так поняла какие-то накладки на грудь для сбора грудного молока. Но я, честно говоря, пока не понимаю, как этим пользоваться. Надо как-то мне посмотреть здесь инструкцию по эксплуатации. У нас немножко с грудным молоком напряженка. Не знаю. Сейчас я посмотрю в общем и пойму, можно, смогу ли я ими пользоваться. Наталья, спасибо вам огромное за подарок. Будем с удовольствием пользоваться. с удовольствием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!